Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвиль Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы находимся в Far Cry Primal в нашем доисторическом мире. У нас сегодня вторая серия, где мы продолжим знакомиться с этим миром и учиться управлять нашим главным персонажем. Только что появилась надпись в левом верхнем углу о том, что у нас какой-то там навык улучшился. И давайте посмотрим систему развития персонажа. Вот здесь она находится. В меню навыки. И смотрим. Желтенькие, я так понял, вернее оранжевые навыки, это те, которые у нас уже есть. Мы можем скрытно убивать наших врагов. Потом есть навык зрения охотника. Мы его уже использовали. Он у нас 8 секунд всего длится, оказывается. Потом первобытная скрытность. Помните, тот камушек, который я бросал. Это, оказывается, приманка или отвлечение врагов. Можно также прятать труп. Что еще мы есть? Умеем. Это древесина, которая разжигает огни. И быстрый прыжок во время бега со скольжениями. Еще можно в кого-то что-то бросить, когда мы будем скользить. Ну, довольно интересная вещь. Ну, а получить мы можем 3 навыка сейчас за 1 очко навыков. И вот оно, первобытное исцеление. По-моему, у меня такое уже есть. Я уже исцелялся. Ну, ладно. Я, правда, нажимал кнопку и ел сырое мясо. И поэтому я восстанавливал здоровье. А вот здесь непонятно пока. Потом выясним, что это. Исцеление на бегу. То есть, когда я бегаю, я восстанавливаюсь. Тоже вариант. И дополнительная ячейка. Вот это, наверное, самое интересное. Чем длиннее линия, тем дольше я проживу. Давайте выучим первый наш навык в игре. Да. Все, мы получили то, что хотели. Теперь смотрим наш мешочек. Зеленое это то, что мы взять уже не можем. Предел наших ресурсов. А жир зверя вот еще до 8 можем увеличить. То же самое с едой. То же самое с ресурсами. И со всем остальным. Помощь нам пока не нужна. Изготовление. Кстати, об изготовлении. Улучшать оружие мы можем только, как вы видите, при получении определенных ингредиентов или выполнении заданий. Что тоже довольно интересно. И вот у нас есть дубинка, кстати. Кровь шасти. Эта дубинка идет постоянно в наборе с игрой Apex Edition для PlayStation 4. И она где-то уже у меня лежит в каком-то инвентаре. Сейчас мы ее давайте посмотрим. Это как бонусный такой контент, который идет с расширенной версией игры. И давайте посмотрим, насколько она крута и вообще зачем она нам нужна. Это мой тайник, я так понял. Смотрите, изготовлен он из камней, шкуры какого-то леопардика и веток. То есть никто не догадается, что тут у меня какой-то секрет. Итак, тайник это место, где хранятся ваши лишние ресурсы и предметы. Значок вы можете найти на карте. Доступ к тайнику вы можете получить в деревне, а также на любом захваченном аванпосту у сигнального или обычного костра. То есть по сути мы можем, наверное, это не наш дом единственный. У нас будет много аванпостов, таких себе пунктов перемещения, наверное, с быстрым перемещением, потому что мир-то открытый. Предметы появляются в тайнике, как только вы захватываете аванпосты, когда население вашей деревни растет. Опа, у меня еще и население будет расти. В тайник собирательницы сейлы вещи будут добавляться автоматически каждый день, как только вы построите для нее хижину. Улучшение хижины во втором уровне добавить еще и редкие рецепты, редкие предметы. Понятно. Возвращайтесь почаще и забирайте из тайника предметы, которые вам нужны. А зачем мне почаще? Когда надо, тогда приду. Итак, смотрим, что у нас есть, друзья. У нас есть бомба с пчелами. Их всего две штуки. А, и вот кровь шасти. Мне дали сразу дубиночку, которую мы тут положили. Так, как это работает? У меня есть ресурсы. Что у меня лежит в тайнике? Я привык, что экран разбит на две части. А, это и лежит все, собственно, в тайнике. А как мне выложить? Из своей сумки сюда. А, вот так. Смотрите, у меня заполнено. Я могу 160 веточек сюда положить. Ну, давайте что-то положим. Нифига я не могу сюда поломожить. Переместить комплект. Переместить один предмет. А почему я ветки не могу, прочную древесину переместить? А, я могу только переместить отсюда к себе. Правильно? Ну, логично. Если у меня заполнено, я не могу переместить. И могу переместить одну дубину. Давайте. Одну дубину бросим. Ремень для дубина. А, можно даже две бросить. Ну, ладно, пусть одна будет. Может, что-то еще отыщем. Еду переместить не могу. А, обратно что? Не могу обратно переместить. Какая-то несправедливость. Я-то думал... Ну, давайте нажмем помощь. Еще раз прочтем. А также... Предметы являются в тайнике, как только вы захватываете ванпост. Понятно. Я могу брать из тайника, но не могу ложить в тайник. Но это пока что. Пока я не разобрался. Там будет видно. В общем, окей. Я взял дубину. Сейчас мы посмотрим. Что это за вещь-то такая? Куда она добавилась-то, эта дубина? А, вот дубины. Дубины у нас хранятся вместе. Одну дубину мы можем поджечь. Собственно, мы можем и вторую поджечь. Все ясно. Вопросов нет. Это последняя дубина. Она у меня что-то красным горит. Давайте разбираться дальше. Давайте возьмем эту дубину в руки. Опять же, на джойстике нужно очень много клавиш нажать, чтобы вытащить и поменять дубину. В пещере я не могу размахивать, кстати, дубинкой. Реально не могу размахивать. Ладно. Меня еще интересует вопрос со стрелами. Как их изготавливать? А вот изготовление. С прочной древесиной мы это будем делать. 7, 8. Все понятно. Вопрос закрыт. Вопрос закрыт. Кстати, мы можем поджечь эти стрелы. Стрелы могут быть огненными. Но нужен жир зверя. Жира зверя у меня не так много. Ну вот, я взял прочную древесину. И теперь что? Могу поджечь что? Открыт тайник. А что можно было поджечь? Ладно. Тут у нас еще есть пещерка какая-то. Тоже, я так понял, принадлежит нам, да? Да, походу, да. Это еще что такое? Прирученные убитые животные. Ух ты. Тут у нас будут храниться животные. Тут общий прогресс. У нас это как опция. Только сделано чуть-чуть по-другому. Это прогресс путешествий. Мы, то есть, первый пролог с вами выполнили. Сейчас будем... Тут что? Аван-посты и сигнальные костры. Вот так вот. Интересно сделали. Интересно. Улучшение дубинки. Это все наше разблокированное оружие. Всего в игре 24. И вида оружия. Ну да ладно, друзья. Не будем забывать о том, что у нас там болеет женщина. Которую мы спасли в прошлый раз. Нам нужно отыскать для нее какие-то листы. А это что такое? Я могу отдохнуть и, наверное, восстановить свое здоровье. Ну что ж, пока пещерка весьма уютная. Беседовать здесь незачем. Язык древних людей довольно скуден. Мы его слышали в прошлой части. Так, ну давайте, пойдем. А, первобытное исцеление. Вот про это исцеление идет речь. Все почти закрыто. Кроме... Вот так вот. Кроме полного здоровья. То есть я кушаю мясо и выздоравливаю. Ну что ж, я вышел. Если на меня кто-то... Кто-то нападет. Что-то я не могу пользоваться оружием. Это меня начинает волновать, поскольку... А мы выходим в опасный мир. И вот тут рядом еще и пещера какая-то соседняя. О, все, оружие появилось у меня. Давайте возьмем... Блин, я привык к другой кнопке, с другой игры... Вот так доставать оружие. Оружие здесь достается... Немножко по-другому. Последняя дубина написана. Да мне больше и не надо. Так, ладно. С тайником только у меня возник небольшой вопросец. А че-то куда это я иду вообще? Меня за листьями послали. А я, блин... Проблем себе ищу. Кстати, это, наверное, костер, да? Здесь как-то темноватенько. Кстати, тоже необжитая пещера. Можно было и здесь поселиться. Может, здесь друзья будут у нас жить? Или как писалось выше, или это будет деревня какая-то, да? Да, полноценная жилая пещера с проходом... И выходом на соседнюю территорию, как вы видите, да? Кстати, давайте проверим кнопку бега. Вот, друзья, есть кнопка бега. Она очень... хорошо замаскирована, то есть не очень будет легко бегать. Ходить и бегать по сути одной кнопкой, только нужно еще прилагать усилия, нажимать на стик и... Тогда мы побежим. Но в экстренных ситуациях, когда на нас нападет мамонт или еще какой-нибудь зверь... Я думаю, нам не сдобровать. Ладно. Пойдем. Пойдем искать что-то там надо найти. Листья какие-то, да, по-моему? Спасем нашу... Новую жену. Можно так сказать. Вторая серия, а мы уже женаты. Вот это дела. Четыре листа мне надо найти. Полюбуемся этими обалденными пейзажами. Я уверен, что здесь можно упасть и докатиться аж до той реки. Мир открытый. Я думаю, нам будет это позволено. Но пойдем аккуратно. Попробуем пройтись по берегу. Чтобы не привлекать особого большого внимания. Я не думаю, что здесь, конечно, будут какие-то злые двери. Звери, блин, двери. Злые двери, е-мое. Злые звери с самого начала игры. Посмотрим. Вон туда мне надо все равно спуститься. Придется, поэтому по-любому будем сейчас с вами идти вниз. Можем даже бежать. Бег, я так понял, вечный. Бег вечный. Нет шкалы и у нас энергии. Поэтому можем в случае опасности делать ноги. Кстати, я думал, я тут собирательством буду заниматься. А то нас на обучении только кормили палочками. Вот и задумайся потом. О, я вижу животное. Что это за звуки? Там какая-то деревуха. А что это такое? Так, надо как-то, наверное, в режиме скрытности. Мне-то, конечно, не сюда. Ну ладно, я схожу. Серия это... Блин, что тут рычит так громко? Это что? Один есть. Всех остальных спугнул. Ну хотя бы одного завалил. Смотрите, побежали через реку. То есть вот такой промах мне может стоить очень многого. Ну давайте освежуем это мясо. Шкура козла, жир зверя, звериная шкура. Мешок почти полон. И кто-то меня расстраивает, как в инвентарь вещи складывать. Ладно, мы с этим... Ух ты, смотрите, это кто такой-то? Это враг или друг, или так? Ух ты, мамонты ходят впереди. Быстрое убийство. Да, это не враг, друзья. Давайте попробуем. Сука! И кто это меня бьет? Меня что, козлы бьют? Или что это такое происходит? Смотрите, за мной бежит какая-то собака. Последую. Вот это я, блин, в лес. Или в меня кто-то стреляет? Где... Где женщина, которая меня спасет? Сука, вот это вот охота у меня. А-а-а! Короче, меня, прикиньте... Засекли. Попади в меня сначала, гнидобасище. Есть. Выстрел в голову. Ого-го-го-го! Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, и опасности. Вернитесь в зону задания. Да иду я в зону задания. А тут у меня... А я думаю, кто так быстро бегает-то, мать его? Ни хрена себе, думаю. У меня уже пол дубинки разбилось, пока я тут махал. Что, опять? Еще один идет, кто-то, сука. Да вы меня задолбали уже. Оно вылезь. Оно вылезь. У-у-у-ух. А у тебя есть что? Деревянная стрела, понятно, понятно. Звериная шкура. Еще кто-то идет. Да что ж так будешь делать? А, это птица. Вот это начало. Вот это сходил за листиками, мать его. А у тебя есть что? Я могу, кстати, трупы таскать. Это заметание следов. Ну, ни хрена себе начало. Нашел какую-то деревушку, каких-то бабуинов, блин. Жир зверя, красный лист. Предмет невозможно взять. Что-то я уже унести не могу. А сколько у меня стрел, если быть честным? Семь. Ну, где-то еще должны быть стрелы. О, все, взял я последнюю стрелу. Блин, блин, блин. Вот это начало. Вот это поохотился-то, е-мое. Еще какая-то скотина. Птица это, наверное, да? Что-то очень быстро она летает. Ну, мне в любом случае сюда, так как... Хотя деревушку можно проверить. И там что-то есть. Вон там, я по этому цветку ориентируюсь. А там вообще какие-то... А, красным помечены не только агрессивные ребята, но и... Ну и просто животные. Поэтому, если я так буду пугаться мини-карту... Мини-карты буду пугаться? Смотрите, пробежу... Сука! Да пошли вы вон! Что это за мир-то такой? Диена напала. Иди сюда. Короче, вот эти вот фигни надо собирать. Смотрите, блин. Зараза, промахнулся. Еще одна бежит. Да как тут быстро бить? Пока замахнусь, она уже убежит, блин. Ну, хоть одну, блин, грохнул. Что это я тут добыл? Шкура дико... Кстати, да, да. Шкура дикой собаки у меня... Так, вторая. Вот так мы и на охоте, друзья. Так мы и на охоте с вами. Капец. Шкура дикой собаки. Еще одна есть. Еще будут собаки какие-нибудь? Мне как раз там две шкуры надо было куда-то. А куда? Я не знаю. Ладно, давайте спасать. Вон еще побежали. Они меня уже оббегают, потому что двух собак я грохнул. А, это не собаки, это какие-то... На ней охотятся тоже, это гиены обычные. А вот тут сидел типец, он что-то тут... А, он убил... Фу, он голову ему отрезал, скотина. В мешке больше нет места. В общем, надо разбираться с инвентарем. Мне такой вариант не подходит, что я не могу ничего брать. Кстати, вон мамонт огромный ходит. Вот это на него поохотиться бы. Но, видимо, не сегодня. Так, и тут что-то еще лежит. Ну, ладно, давайте искать цветы. И там какой-то клад, и там что-то есть. Сейчас будем продвинуться... А, вон, еще один красный цветок есть. Держим нашу дубинку на готове. Сети здесь ловят рыбу. Тут черепашечки. Офигенные черепашечки. Но я думаю, она от меня не убежит. Ух ты, собака спряталась, представьте. Закопалась, блин, свой панцирь. А ее туда я не выемлю, наверное. Это что? Это наш известный сланец, которого у нас уже до хрена. Черепаха, а ну, вылазь. Тортила, блин, выползай. А нельзя, да, расколоть? О, можно расколоть. Все-таки ее разбил. Давайте мясо заберем. Все, мясо не лезет, поэтому... Черепах просто так убивать не будем. Мы же не изверги какие-то, да? Так, я вижу третий лист. И вижу, вот, что-то еще тут растет такое посередине. Смотрите, интересненькое. Синий лист, я тоже думаю, пригодится. Но нам нужен зеленый. Так, какие-то животные тут шумят. Охренеть. Он не шумит, он, блин, плачет. Это гиена, реально гиена. Интересно, ночью здесь... Наверное, лучше вообще не выходить. В ночное время... Вон, смотрите, кто-то бегает. А, волки какие-то. Волки, блин. Ну, пусть бегают, правильно. Так, листья я уже собрал. Теперь надо валить к селе. А тут еще одного сожрали, охотника. Смотрите. Ну, я уже не могу ничего брать. Опа, кто-то бежит. Кто-то бежит. Пробежал мимо или пролетел... А, это птица летает. Ладно, я домой. В общем, вот такая у нас мини-тренировка вышла сегодня. О-о-о-о. Интересно, меня это... Блин, мне надо отучаться от той клавиши. Я привык, что там выбор оружия. Куда это ты пошла? Ешь давай. Ешь давай, мать твою. Все, убежала. Убежала. В общем, охота не получится. А где мы нахуй... О, кто-то бежит обратно. Олень. Сложность охоты средняя. Осторожная травоядная. Награда шкура оленя. Неизвестная территория. Кто-то тут рычит. Вон, смотрите. Огромный мамонт гуляет. Травку ест. Эх, как тут выживать-то. Сука, промазал. Не увидел гниду. Две стрелы профукал. Попал, наверное, не в голову. Ну, не наверное, а точно не в голову. Ну, а вот еще один ходит. И там огонь горит. Тоже какое-то секретное место. А что там лежит? Крестик какой-то. Это, наверное, труп мой, да? Ой, не мой труп. А что это за метка такая? А, вот, козел умер все-таки, друзья. Все-таки он помер. Все-таки он помер, и мы завладели его шкурой. Ладно, черепашек трогать не будем. Мне как-то их жалко. Давайте посмотрим, что это еще вот это за место. А где моя дубинняка? Так, дубинок надо побольше брать. Моя уже с красным, я так понял, горит, да? А что это такое? Камни реки Воксас. Место расположения обнаружено. И что это мне даст? Это еда? Можно понюхать. Да, можно. Можно покайфовать здесь посидеть. А что дают камни, я подзабыл. Надо почитать будет. Ну, это какой-то пункт у меня, да? А, я думаю, поджечь дубину. Нет, не надо. Дубина мне еще нужна. Кстати, вон там в реке что-то плавает, голубенькая. Похоже, как на утонувшего парашютиста. Блин, какие-то у меня ассоциации зловещие. Я так понял, вот этот костер. Давайте посмотрим. Как тут масштаб? Р2. Такар-то я. А это что? Знаки сияющие руки отмечают места, где сильные духи, награды, опыт. Ваша коллекция будет отображаться на стене. Понятно. Понятно. Но мне в любом случае домой идти. Контрольная точка. Олень. Так я не понял, мне оленей надо перебить? Или сколько мне их убить надо, чтобы... Или эти... А, вот эту штуковину я могу приручить. Но нужен навык хозяин зверей. А здесь я могу просто поохотиться. То есть в этих регионах показано, что тут водится. Кабанчик, видите? На кабанчика можно побегать. На козлов поохотиться. На оленей. В общем, тут карта будет открываться, открываться, открываться. И, наверное, дойдет до динозавров. Интересно, будет динозавр или нет? А это что тут за благовоние? Я так понял, этот пункт это точка сохранения. Смотрите, от базы я отошел вот сюда. Вдруг если меня загрызет какая-то скотина, я думаю, я вот здесь воскрешусь. Ну, это мое мнение. Ух, смотрите, сколько там живности бегает. Я и кабанчика вижу вдали, по-моему. А что это зелененькое вот это? Что это такое красивое, блин? Обалдеть, синий цвет какой-то. Зеленый, синий цвет, все. Цветочек был просто. Ну что ж, чуть-чуть разобрались, чуть-чуть разобрались, пережили первое столкновение с неандертальцами. Мясо нам не нужно. Так, меня, по-моему, кто-то жрет. Нет, никто не жрет. У меня просто джойстик вибрирует, как только меня начинает кто-то бить. Ну, пойдем потихоньку, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Посмотрим, что тут еще есть по берегу. Может, о! Кстати, мне надо выучить хозяина зверей. Я очень хочу приручить какое-нибудь, какое-нибудь животное. Вдвоем веселее просто. В фаллауте у меня собака есть. Безумно, Макс, у меня жестянчик. Он не животное, конечно, но напарник все-таки. Здесь тоже нужны животные. Так, ладно, берем еще синий цвет. Синий лист, вернее, берем. Вот на том берегу можно поохотиться очень хорошо. Там очень много животных. Не то, что здесь. Кстати, отдельно могу сказать, что пейзажи здесь обалденные. Пейзажи просто грандиозные. Ну, понятно, что я распугал всех животных на этом берегу. Может быть, и здесь кто-то был. Давайте идти домой и по дороге домой. По дороге домой, может быть, мы найдем... Я еще хочу посмотреть, что такое синяя точка. И как тут работает быстрое перемещение, интересно. Так, кто-то рычит. Ночью, наверное, главное не гулять. А как нам вот туда пойти? А, ладно, надо на дорогу выбраться. Это я, конечно, перегнул палку. Пока я у меня точно лазить не буду. Я же не могу взбираться, нет? Да. Не могу я взбираться. Когда нападет какой-нибудь крупный зверь, придется просто убегать. Сука! Давай, лечись. Гнида одна осталась. Прикиньте, напоролся на... Он здесь стоит. Напоролся на отряд, блин, бабуинов каких-то. Ух! Я уже даже нести ничего не могу. Я выстрелял все, что у меня было. Короче... Вот так и гуляй по тропинкам. Казалось бы, да? Красный лист нашел каким-то образом. Казалось бы, блин. Спокойно, идешь домой и ничего не предвещает беды. А тут на тебе. Еще и две стрелы где-то потерял. Но они где-то в траве лежат. Я пару раз промазал. Может быть, удастся их нащупать как-то. Три человека. Еще три гребаных человека. Специально мне их здесь подложили, чтобы я, блин, испытал экстримчик. В общем... В одного бабуина надо выстрелить три раза. Со средней натяжкой. Если бабуин посерьезней... Ну, можно один раз, конечно, если в голову. Но в голову тяжеловато на стиках попасть. Блин, тут опять же... История с мышкой. Не хватает очень ее здесь. Ну, ладно, приспособимся, по идее. Так, мне вон туда еще надо заглянуть как-то. Или это наверху находится? Скорее всего, это наверху находится. Я поставил метку. Но мы... Вот еще одну пещеру нашли. О, какие-то камушки. Какие-то камушки вверху. Может, лучше не ходить в чужие пещеры? Их, наверное, можно сбивать. Но жалко стрелу тратить. Давайте попробуем одну. Может, бы я с ним как камни сбивать. Вот так их сбивать. А ничего не выпало с них. Увы. Увы, ах, с них ничего не выпало. Кстати, мы можем идти напрямик, а можем еще с вами поблуждать. Что мы, собственно, и делаем. Ну, и как туда добираться до этого места силы? А, вон что-то внизу. Постоянно жму не ту клавишу. Да, вот оно, родное. Давайте посмотрим, что это. Рука дальше. Один из ста. Еще два для того, чтобы получить награду. Вот так вот. В общем, за вот такие. Это так, я так понял, обычный поиск трофеев. Да, обычный поиск. Так, убери стрелу. Обычный поиск трофеев, за который что-то нам додадут. Ну, ладно. Пойдем домой. Хватит для нас приключений сегодня. А мы что, дома уже? Да, мы дома. Блин, я не узнал свой дом. Я отсюда выходил. А на тропе три бабуина меня ждали. Окей. Окей. Неизвестная территория. В общем, понятно. Я не знаю, как тут будет работать быстрое перемещение. В данный момент быстрое перемещение недоступно, но кое-что мы уже с вами выполнили. Это здорово. Давайте пока не будем сдавать задания. Да, не будем сдавать задания. Оно само сдастся. Сейла, я тебе цветочков принес. Прическа у нее, конечно, супер. Это такой ритуал или что это? А, я думал, мне надо это съесть. Ну я извращенец, блин. Ух, рана какая. Ни хрена себе. Вот так раньше лечились. Да, неудивительно, что так мало уцелело людей. Уа. Уа. Это же больно. Кошмар. Ну и методы. Надо водки было бахнуть какой-нибудь. Заживать какой-то галлюциногенный грибочек перед этим. Ну и подорожничек. Вот это медицина. Вот это я понимаю. Современный мир. Будешь жить. Волки-медведи. Да волка мы уже видели. Медведей еще нет. Ушки у нее висят, видишь? Можно посчитать, сколько человек она убила. В общем, мне надо искать другие новые жители деревни, население 2. Ночь. Ночью темно и опасно. Вот про ночь я и говорил. Видимость падает, а многие хищники выходят на охоту. Совершайте ночные вылазки, чтобы искать уникальных зверей. Растения и коллекционные предметы. Как поджечь оружие? Удерживайте L1. Чтобы открыть селектор оружия, выберите оружие, нажмите... Понятно, но это мы уже делали. Все, глубокие раны задания завершено. Нас сохранили. О, появилось на карте то место, куда нам надо идти. Кострище на Кути. Захватите этот сигнальный костер. Сложность низкая, награды, немного опыта, прирост населения. Дополнительно, быстрое перемещение, точка возрождения, тайник. Вот так мы будем быстро с вами перемещаться, друзья. Ну все, вопросов нет. Вопросов больше нет. Следующий маршрут, он у нас очень далекий и очень тяжелый. Может быть, заглянем. О, какой-то мешочек. О, смотрите, карта у нас здесь обновилась, мешочки появились, или они и были, я их просто не видел. В общем, будем идти по левому краю в следующей серии. Зайдем сюда, посмотрим в угол. Мы, как обычно, проходим все неспешно, никуда не бежим, не спешим, посмотрим каждому животному в глаза, посчитаем его зубы, может, крокодила встретим, не знаю. В общем, дорога наша сюда будет идти, но до этого еще нужно будет преодолеть много территорий, плюс ко всему ночь. Плюс ко всему еще может прийти ночь. Что-то у меня какой-то значок в правом нижнем углу появился. Доступен новый рецепт целебного снадобья, нажмите, чтобы открыть меню еды. Понятно, смотрите, закат пришел, и у нас появились новые улучшения для изготовления еды и всего прочего. В общем, следующее путешествие еще и ночью у нас будет. Все, друзья, на этом будем заканчивать нашу серию. Это также была тренировочная серия, но кое-чему мы уже научились, например, сражаться сразу с отрядом древних людей. Спасибо, что смотрели. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, канал Шедвель Игровые Миры. До новой серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok